Президент Украины Петр Порошенко, имя которого упоминается в панамских документах, опровергает обвинения в незаконных махинациях через офшорные компании, утверждая, что не использовал их для уклонения от налогов. На пресс-конференции во время официального визита в Японию Порошенко заявил, что отошел от управления активами. Как только я стал президентом, я сразу же заявил, что весь свой бизнес, все свои активы совершенно прозрачно отдам на управление по слепой договоренности крупнейшему инвестиционному банку мира. Сейчас я могу назвать этот банк. Это банк Ротшильда. Создание специального предприятия является нормальной практикой. Я сделал это не для минимизации налогов. Я не делал это до тайны. Все происходило открыто. Об этом сообщали украинские СМИ. Мое имя было официально зарегистрировано. Эта компания не открывала банковского счета. Она не получила ни одного пенса с Украины. Единственная цель заключалась в ведении прозрачной деятельности при полном отделении бизнеса президента Украины от политики, сказал Петр Порошенко, пояснив, что создание специальной компании было необходимо, так как Ротшильды не принимают украинские активы. На той же пресс-конференции Порошенко также сообщил, что в скором времени планирует начать деофшоризацию украинского бизнеса. «Я планирую провести важную реформу, которая сделает невозможным использование офшорных компаний и счетов на Украине. Это важная часть следующего этапа моей программы реформ». При этом Порошенко сообщил, что инвесторы не проявили интереса к покупке его кондитерского концерна «Рошен». Он объяснил это войной на Востоке и арестом части активов в России. «Рошен» – один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства составляет 450 тысяч тонн в год.